Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Да подождите, я смеюсь. Конечно, это Беларусь. Все, собрались, теперь можно ехать на вокзал. Едем на автобус на вокзал, с автобусного вокзала буду искать там либо маршрутку, либо частника, для того, чтобы добраться в Феодосию. Все, пока-пока. Прошло 15 минут, стою на ресепшене, администратора все нет и нет, хотя расчетный час, люди должны уезжать. Короче, ресепшен я не дождался, это вообще просто супер отстойно. А вот мой такси. Здравствуйте. Я дочь еще не в курсе, откуда вхуду, да? Сюда еще можно заразить. Знаете, что ты это? Когда мне говорят, что ничего в городе, я вот не пойму, что люди видят здесь хорошим. Он, честно, без обид, но я ожидал большего, конечно. Мне не нравится. Что-то как-то меня, мне так пиарили, Краснодар, я же расстроился. Мне когда начинают рассказать гости, какой хороший город, я думаю, где же вы вообще живете? В какой дыре тогда? У нас странная система. Хозяину нет, ворую. Хозяин есть, ворует он. Для тех, кто мало ли будет так же пробираться через Краснодар. Короче, называется привокзальная площадь Краснодар-1, здесь два автовокзала. Вот автобусный вокзал, а вот железнодорожный вокзал. И вот с этого автовокзала можно добраться вплоть до Евпатории на автобусе. С другого автобусного вокзала можно добраться только до порта Крым, до переправы. Дальше автобусы не идут. Поэтому вам сюда, если соберетесь по Крыму ехать. Ростов-Москва. Друзья, Ростов-Москва. А Феодосия сколько стоит? Ну, с нами где-то 1700 получается. 1700, да? 600, да. Должны вроде довести до этой самой, до Феодосии. А если не обманут. А другой еще подошел, сказал, только до порта везут. Скажите, автобус до Феодосии сколько стоит? Архивка, джуба и маршруточка. До порта Кавказа Крымщи отправляем. 1200, до Феодосии. Это со стоимостью переправы, да? Добрый день. Скажите, до порта Кавказа или до Феодосии, вот ближайшая вам? До Феодосии. Да, до Феодосии. До 13 лет? Польза. Один взрослый. Багаж купите? Ну, сумка, считайте, багаж. Стоит, да. Так, друзья, с первыми жуликами краснодарскими я познакомился. Повстречался скорее. В общем, рассказываю. Если вы едете через Краснодар в Крым, на вокзале будут бегать такие мужики, которые там предлагают, типа там с комфортом, с кондиционером, там чуть ли не на такси прокатиться до Феодосии. Он озвучил мне ценник полторы тысячи рублей. Оказалось, что полторы тысячи рублей это только до Порт-Кавказа, то есть до парома. Тогда как на автобусе, ну вот на таких автобусах, такая же поездка до Порт-Кавказа стоит всего 500 рублей. Они преподносят, что у них 1200 до Феодосии, а на такси 1500. Так что не ведитесь, возьмете за 1500 билет, доедете до Порт-Кавказ, да, Порт-Кавказ, вас оттуда выкинут, и дальше будете добираться своим ходом. Короче, я за 1200 рублей взял билет на автобус и через 40 минут отправляюсь. А если заходите все-таки на такси там добраться, ну, с более, быстрее, комфортнее может быть, а может и нет, я не знаю. Вроде как в районе 3-4 тысяч готовьте до Феодосии из Краснодара. Примерно такой цене. Полтора часа проехали, приехали в Славянск-на-Кубань, до Порта-Кавказа еще километров нам 250. Здесь небольшой перерыв, 40-минутный, можно перекусить, кости размять. Сижу на заднем сидении, места много, но кондиционеры уже хреново работают, слишком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда едешь на автобусе, деньги за переправу платить не надо, точнее, надо, но не входит в стоимость билета. У нас перед подъездом вот на такой отстойник, ну, я так понимаю, для фур там, для автобусов, собрали паспорта, водитель ушел покупать билеты, а мы находимся уже на берегу Черного моря. И знаете что? Все это начинает мне очень дико нравиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот паром, который нас повезет. Сейчас загружаемся обратно в автобус и через полчаса будем уже в Крыму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА